У нас с вами наступает Песох, а значит встает перед нами очень насущный вопрос. В Песох есть седр, в седр пьют 4 бокала вина. И вопросы, которые у нас возникают, это какие? Кто, что, как и сколько пьет? И еще, наверное, самый важный вопрос. Зачем? Поехали! И пункт первый. Кто пьет? Пьют все. Мужчины, женщины, дети. Ну, что пьет, мы еще выясним. Но пьют все, все должны выпить 4 бокала вина. Это первый вопрос. Кто? Ответ. Все. Евреи. И вопрос два. Эти все, что они пьют? Есть два варианта. Можно пить вино, можно пить виноградный сок. Лучше пить вино, потому что так принято. Оно опьяняет, и это еще больше дает ощущение свободы в Песох. Эти бокалы, они выражают собой также свободу. Но тем, кому вино неприятно, можно заменять на виноградный сок. Детям, разумеется, стоит, пожалуй, заменять на виноградный сок. Можно делать микс. И если вы делаете уровень алкогольности, смешиваете вино с соком так, что у вас алкогольность там больше, чем 3,5, то это уже считается, что вы вообще пьете вино. Вопрос номер три. Как пьют? Как пить? В чем вопрос? Первое. Эти стаканы, они отражают ощущение свободы, поэтому мудрецы постановили, что пить надо вот так, возлежа. В общем, нужно кайфовать во всем этом процессе, и мы демонстрируем, что мы свободные люди, а раньше это особенно демонстрировали тем, что вот так вот развалившись себя вальяжно чувствовали. Это первое. Второе. Как пить? Можно ли выпить все четыре стакана подряд? Ответ. Нельзя. Только привязано к пасхальному седеру, к агаде. А именно, сначала кедуш, потом в конце агады, на агаду, потом на беркат амазон и потом на аллель. Вот такой порядок. Четыре стакана их можно выпить только вот так. Подряд нельзя. То есть, например, если человек работает в скорой, он работает в скорой, у него выдалось секундочку, и он хочет, например, сока выпить, да, четыре стакана, и у него есть время только подряд. Что он этим выполнит? Он выполнит этим заповедь радоваться в праздник, но он не выполнит этим заповедь сделать четыре стакана на пасхальный седер, четыре стакана вина. Вот как пить? Вот так. И четыре привязанные к седеру. И, наконец, вопрос, сколько пить? Вот это стандартный стакан для кедуша, примерно. То есть, вот это, я думаю, 200 миллилитров. Мы, кстати, сейчас проверим. Но выпить нужно какой бы у вас ни был стакан. Он должен быть больше, чем, по одному мнению, 86 миллилитров, по другому 150, но мы стараемся всегда делать 150 миллилитров. То есть, стакан должен быть больше, чем 150 миллилитров, и выпить от него нужно больше половины. Это очень желательно. Больше половины любого стакана, какой бы у вас ни был, минимум размером 150 миллилитров. И проводим следственный эксперимент. Хоп! Посмотрим, сколько мой стакан. Я не знаю, видно вам здесь или нет, но здесь 175 миллилитров. Я, честно говоря, думал, что меньше, то есть, ну, это очень хорошо. Это, то есть, даже больше, чем нужно. Вот минимум половину вот такого стакана нужно выпивать. Большую часть стакана каждый раз. Это сколько пить? Ну и, наконец, вопрос, который, возможно, давно вас интересует. Это зачем вот это все делать? Даже дети. За что детей-то? Песах, я вам скажу, это самый вообще праздник, который мы вот с женой ждем больше всего. Его больше всего обожаем. Это праздник свободы. Это праздник самого большого количества символов. И вот эти бокалы с вином, во-первых, они подчеркивают важность всего происходящего и те благословения, которые мы на это говорим. Они делят вот этот седр на этапы. А поэтапность во всем это очень важно. Важно постепенное развитие и поэтапное развитие. И причина три – это то, что Всевышний, когда он выводил евреев из Египта, написано там четыре языка избавления. Есть вообще четыре раза в Торе, где четыре раза по-разному говорится либо про стакан, либо про избавление. И напротив всех вот этих случаев есть четыре стакана, которые напоминают нам о четырех вещах, как Всевышний нас спасал. И вот это вот предложение, я думаю, мы приведем вот здесь. Раз, два, три. У вас есть время почитать. Всем счастливого! Песаха! Я вам желаю, чтобы ваш Песах был замечательным, кошерным, приятным, восхитительным. И чтобы вы провели его замечательно. И не забывайте про четыре стакана. Кто, что, как, сколько и зачем. Bye!